А тема у нас буллинг Ребенок вначале может скрывать Я упал, я споткнулся, я то, я сё Не выбирает двоечник, ты отличник Хорошо одеваешься, красиво одеваешься Внешне ты красивый, худой, неважно На самом деле буллингу может подвергаться любой человек В этих семьях иногда могут развиваться и вырасти дети Не уверенные в себе У которых нет своего какого-то направления Ночь укусила Пау, и он стал героем И опять-таки мечтает, чтобы я вот так сделал и стал героем Но в реале, что можно сделать? Сегодня у нас серьёзная тема и серьёзный человек Мама двух наших замечательных учеников Хаджаева Ширин Психотерапевт и психиатр А тема у нас буллинг Для объяснения, для широкой массы Я объясню, буллинг происходит от английского слова bull Это булли Булли человек – это тот человек, который грубый Задеристый, не даёт покоя другим Терроризирует и так далее А вот как психологическое явление В взаимоотношениях Особенно как оно проявляется в школах В школьной среде Среди детей и так далее Мы с вами поговорим И, конечно же, как педагог Заинтересованный в этом человек У меня будет очень-очень, наверное, много вопросов Но напоминаю, что мы Говорим для широкой массы Постараемся, чтобы оно было всем понятное Вот сначала давайте я вам приведу кое-какие примеры Есть класс В классе есть там босс Так называемый Или несколько боссов Это ещё хуже, когда они там Борются за первое место в классе Возникают какие-то там проблемы Или разбирательство в туалете Или позвать кого-то на стадион Идём там разберёмся Или же самые-самые такие Казалось бы, банальные проявления Как придумать кому-то кличку И так далее Всё ли это называется булынью Что это такое вообще С вами Хотел бы разобраться в этом Сначала хочу Один маленький пример привести Была девочка Естественным образом У неё рост маленький Ниже даже среднего Чем свои сверстники Замечательная девочка Учится хорошо Общительная Довольно хорошо общительная Допустим Но Родители пожаловались Что её кличкой там Половинка что ли зовут Мальчики Трое мальчиков Постоянно зовут её Половинка Попросили разобраться Я их пригласил в кабинет Я говорю Ребята как ваши дела И по воле случая Эти ребята тоже Как сказать Если бы я был В школьном возрасте Наверняка Для них тоже придумывали Какие-нибудь клички Например Один в матьках был У другого Очень большой Лишний вес был И так далее Я говорю Какие отношения у вас Там с той девочкой Нормальные Ребята позитивные Красивые Хорошо говорят Ничего такого Не ожидаешь Да И потом Я говорю Ребята Почему вы её Так обзываете Мы не обзываем Но вы же так Зовёте её Половинка Но мы же любя Ну как Нормальные Хорошие у нас Отношения Говорят Но они Это любя делают Но человек Штыки принимает Болезнь на вас Принимает И так далее Я говорю А как если Тебя например Очкарикем будут звать От тебя Жиртрест Это классика Да Будут звать Как ты будешь это Ну я не знаю Я говорю Вот видишь Это На своём Педагогическом уровне Вроде бы я нашёл Выход Или решение Этому Да Потому что Действительно Наладились отношения Но сегодня Наверняка Будет более О серьёзном Потому что Болынь Это не просто Критически придумывать А вот с точки зрения Науки Психотерапии Психологии Что это Ну вообще Болинг Это Скажем так Агрессивное Какое-то Негативное Поведение По отношению К определённому Ребёнку Человеку Либо одним Человеком Либо группы Лиц На самом деле Буллинг Не начинается Сам с буллинга Всегда Буллингу Предшествуют Какие-то Определённые Ситуации Хочется сказать Что бывает Такое Когда дети Или же Какие-то люди Собрались впервые В определённом месте Что происходит Происходит Момент Борьбы За лидерство То есть Впервые Пришедшие люди В компанию Они начинают Приглядываться К друг другу Смотреть Как разговаривают Оценивать Внешний вид И соответственно Выбирают Жертву Хотите вы этого Или нет Но это физиология Человека Когда С давних пор Когда самец Он хотел показать Себя перед самками Грубо говоря И он Становился Главным Альфой Водителем Вожаком Как хотите сказать Именно водителем Вот этой стаи И поэтому В этот момент Впервые Когда приглядываются Люди Они конечно же Выбирают уже Жертв Ведомых людей Слабых людей Вот в этот период Начинается Тихо-тихо Развитие Вот этого самого Буллинга Но оно может Пойти как в положительную Сторону Так и в сторону Буллинга Что это значит Например Могут возникать Как я вам Говорила Что может возникать Такая ситуация Как конфликт Обычный конфликт Двое детей Бежали по коридору Один другому Наступил на ногу Тот упал Встали Друг другу сказали Прости, извини Все, разбежались И все нормально Но если у одного Того ребенка На которого наступили Или там Тот кто упал С психологией Не все Ровно Нестабильная психика Дома какая-то Обстановка нехорошая Или же он Как-то страдает Психологически То он затаит Обиду внутри себя Он даже В этой ситуации Может стать Лидером И может стать Агрессором Собирать вокруг себя Людей И говорить Вот он такой Он сякой То есть против того Человека Который в принципе Ничего плохого Не хотел делать И вот тут Может развиться Буллинг Давайте возьмем Другую ситуацию Розыгрыш Бывает дети Друг у друга Что-нибудь могут Добраться Спрятать Ну в веселом Таком направлении Скажем так Может идти Эта ситуация Спрятал один Спрятал другой Все посмеялись Все Обеим сторонам Это было весело И интересно Но есть другие Опять же ситуации Как я вам перечислила Когда один из них Психологически Не стабилен Он может Опять же Затаить обиду Он может Стать эпицентром И точкой Вот это вот Движение буллинга Поэтому я хочу сказать Что буллинг Никогда сам по себе Не проявляется Сам Ни с того ни сего С первого дня Вдруг и буллинг Зачастую Агрессор Приглядывается К своей жертве Сначала Это уже я могу Говорить о стадийности Да Буллинга Сначала Вот этот вот Самый агрессор Он высмеивает Он задирает Он может сказать Какое-то словечко Такое-сякое Какую-то кличечку Придумать И вот в этот момент Если жертва Неправильно среагировала Смолчала Себя провела Скажем так Слабовато Не смогла дать отпор Тут уже агрессор Понимает Что он на коне И он начинает Дальше действовать То есть он уже Может его тронуть Дать подножку Побить Собирать людей То есть Этот процесс Начинает развиваться Как снежный ком Поэтому я хочу сказать Что у всего Есть стадийность И какая-то Определенная степень И форма Главное Вовремя Это различить Ну Смотрите Для меня Как педагога Все дети Прекрасные Настолько коварными Они не могут быть Что я вот Сейчас себе Подберу Жертву Потом поэтапно Буду Если что Команду Сторонников Собирать И гасить Буду Кого-то Нет такого Даже вот При каких-то там Конфликтов Между детьми Когда я их приглашаю Я в них вижу Прекрасных детей Но даже удивляюсь Ну как ты дошел До того Что ты издеваться Стал Или там Они не говорят Я издеваюсь Я просто пошутил Я же ничего Не сделал Или даже Порой говорят Из лучших побуждений Понимаете Поэтому хочется Разобраться Что такое Булынь Что такое Не булынь Или псевдо Или там Не знаю Какой-то Начальный порог Что ли Вообще Какие бывают Поле серьезные Или что можно Булынем назвать И какие проявления Нельзя Или какие могут Дорастить До булынга Вы в самом начале Сказали Такой момент Что вот Мама пришла Пожала Сказала половинка Но при этом Отношение хорошее Здесь есть еще момент Ситуация из семьи Какая То есть Какие родители Как они воспринимают То есть Иногда Если ребенок пришел Рассказал Какую-то обстановку Ситуацию Которая происходит В школе Родителю Это может показаться Совершенно по-другому То есть Он может Гипертрофированно Воспринять Вот эту ситуацию Он может В своей голове В зависимости От своего мышления Вот это все Представить Даже картинку Как его ребенка Избивают И уже сразу Идти разбираться На самом деле Это очень Настолько обширная тема Что я даже не знаю С какого угла Начать Чтобы вот Не уйти в сторону Потому что Как понять Давайте вот Четко начнем Как понять Буллинг это или нет Буллинг это когда Уже Систематически Над ребенком Издеваются Давайте подумаем Какие издевательства Могут быть На которые Уже надо Обратить внимание Ребенок приходит Очень часто Например В грязной одежде В порванной одежде С синяками Ребенок вначале Может скрывать Я упал Я споткнулся Я то Я сё Один раз Это может произойти Два раза Может произойти Ну ребенок упал Еще что-то такое Но когда Это происходит Систематически Когда ребенок Жаловаться Уже начинает Когда уже Он начинает Говорить Когда Ну тут еще Кстати Звено Важный учитель Учитель Администрация школы Если мы говорим Чисто о школе Сейчас Очень важное звено Учителя Потому что В современном мире У учителей Столько бумажной работы И волокиты Что они Перестали Честно говоря Работать с детьми Я сейчас не говорю Конкретных Например школах Но я знаю Что из-за Бюрократических Вот этих моментов Бумажек Отчетов Они заняты Вот эти вот Все этой записулькой И не смотрят На общение детей Как они разговаривают А что они делают А как они себя ведут В коридоре Потому что Если бы Учителя Вовремя Как Да важное Звено Замечали бы Эти моменты Они уже были бы Людьми Которые дальше Передают по системе То есть Следующая система Это психолог Следующая система Это как администрация школы Где внутри Они могут разобрать ситуацию И дать знак Что мы видим Что вы делаете Детям И вот тут Это для детей Будет какой-то Какой-то остановкой Когда этого не происходит Ребенок Агрессор Он И не только агрессор А группа Вся эта Со свидетелями Вместе Они понимают Что это безнаказанно Значит это можно делать Тот поддается Жертве И это дальше идет Доходит до чего Они собираются Действительно на стадионах Издеваются И еще Что может быть буллингом Как понять Когда группа людей Над одним Одно дело Когда группа на группу Да Ну бывает такое Это не буллинг То есть Если соотношение силы Количество людей Более-менее близко Друг другу Да Это какой-то Может быть Как конфликт Который они решили Бывает же У мужчин так По пяти дали И все разошлись Но если Жертва одна Или же Жертвы две А группа людей Которые издеваются Над ними Их намного больше То соответственно Это конечно же буллинг Если ребенок Даже не проявляет Не рассказывает о том Что ему плохо Все равно на это Нужно обращать внимание Потому что зачастую Дети скрывают Они боятся Что если я расскажу Мама или там Кто-то придет Мешается И это будет еще хуже То есть Меня посчитают Еще большим слабаком Что я пошел Донес И всякое такое То есть буллинг Как мы давайте Разграничим Буллинг все-таки Это тогда Когда систематично Повторяющиеся действия Агрессивного Негативного характера По отношению к ребенку От которых ребенок Страдает Получает увечья Какие-то То есть синяки Ссадины Раны Где группа людей Которые издеваются Их намного больше Вот тогда Мы можем говорить Уже о буллинге До этого Это все-таки Стадии Которые идут Намного раньше Но Если мы вовремя Не обратим внимания Они тоже могут Перерасти в буллинг Ну смотрите Когда мы говорим Буллинг Сразу мы ассоциируем Это с чем-то Маскулинг То есть Мужского характера Мужского рода И естественно Когда приводим Примеры Тоже сразу На ум приходят Мальчики Мужчины И так далее Вот как обстоят Дела с женским буллингом Почти так же Почти так же Просто Я даже могу сказать Что буллинг Не выбирает Возраста Не выбирает Пола Не выбирает Социального положения Не выбирает Двоечник Ты отличник Хорошо одеваешься Красиво одеваешься Внешне ты красивый Худой Не важно На самом деле Буллингом может Подвергаться Любой человек Начиная от Детского сада Заканчивая Возрастом Когда у тебя Есть уже И работа Ты уже И в семье У тебя есть дети То есть в армии Вы знаете Дедовщина Кибербуллинг Есть такое Где даже можно И не знать Сколько лет И кто он За скажем так За вот этим экраном Это через социальные сети Когда идет буллинг То есть Среди девочек Это очень сильно разно И порой Девочки бывают Намного Более жестокими За что? Что ими движет? Вы знаете Если говорить О школьном возрасте Вообще На самом деле Почему возникает? Давайте подумаем Вся проблема Я всегда говорю Своим клиентам И их родителям О том Что если у ребенка Нет какой-то черты Которой он выделяется Нет какого-то умения Нет какого-то хобби Где он чувствует себя На коне Я например Как мама четверых детей Я всегда говорю о том Что у ребенка Должен быть какой-то интерес В чем-то он должен развиваться Как-то он должен выделяться И тогда Придя в новую среду В новый класс В новую школу Он всегда будет чувствовать себя На коне Потому что он будет себя уважать Потому что он будет уметь Себя показать Среди людей И вот этого ребенка Ну и 100% 10% Может быть людей Не взлюбит Но если он себя уважает Если он знает себе цену Его всегда будут уважать С ним будут общаться Играться Но если ребенок изначально Не уверен в себе У него Скажем так Негативная обстановка дома Родитель может быть Зависимый от алкоголя От наркотиков Еще от чего-то Либо неполноценных семей В этих семьях Иногда могут развиваться И вырасти дети Не уверенные в себе У которых нет своего Какого-то направления Грубо говоря Они приходят в класс Они серые мышки Они не могут чем-то Вот выделиться И показать свое лидерство В классе И вот эти дети Могут стать Как жертвой Так и агрессором Значит Часто это происходит На уровне инстинкта Никто заранее Не запланировал Конечно Конечно А как такие случаи Когда девочки Не поделили мальчика И группой пошли на другую Это уже запланированные И коварные действия Это как-никак Случается в школах Мы конечно Есть темы Которые многие умалчивают Когда взаимоотношения Любое в школе И так далее Но из-за этого Тоже часто происходит Я видел Когда группа девочек Пошли В солидарность Со своей подругой Да там Не отбивать мальчика А просто сказать Это мой человек Ты этот как бы Ему ничего не говори Как бы Да Как я вам до этого И сказала Что Ну мужчины Они хотят Позицию главную Так и среди женщин есть Среди девочек Когда они в классе Чувствуют Например Что там Бывает очень часто Пришла новая девочка Чуть-чуть симпатичнее Скажем так Да Такая может быть Аккуратненькая Тут же против нее Старый костяк Может Как-то Восстать Потому что Они почувствовали Соперницу Которая пришла И возможно На нее Обратят внимание Мальчики А мальчики На кого обращать Даже ему свежее мясо Нужно Понимаете Новенькая пришла Им интересно становится Они конечно будут Проявлять интерес Как-то Общаться с новой девочкой Но они девочки Которые старенькие Скажем девочки Они же не понимают Что это временно Им нужно погасить Свой интерес И все опять вернется На своей круги Девочки считают Что о Новая жертва Ее надо сразу На корню Скажем так Убрать Чтобы лишний раз Мальчики на нее Не обращали Опять же Это Лидерские Вот эти моменты Ну это жизнь Где-то Если та девочка Которая пришла Не смогла Правильно себя Преподнести Не смогла Проявить себя Ну конечно Она будет жертвой Как это проявить В моем понимании Это когда Девочка Или это Мальчик Или новобранец Допустим Потому что С остальными Перетирка уже прошла Новобранец Должен проявить Как дружелюбие Типа От меня к вам Ничего плохого Не будет Я с вами соперничать Не собираюсь Такие сигналы Что ли Ну дети Не всегда умудряются Ладно Мы сейчас К этому придем Вот я говорю Что тема такая Что у нас сейчас В разные стороны Очень объемная К этому придем Но Я напоминаю Два фильма Один советский Про Какого-то Злого Рицаря Като Там есть Мио Его звали Мальчик Которого Всегда троллили Он Как по современному Языку Лузер Да И он За поиском Своего отца Попал В какую-то Чудесную страну Но там много Героических Постов Он доказал Что вовсе Он не лузер Спас детей И так далее Переборол Этого Кату Или Современный фильм Человек Паук Типичный Школьный коридор Локеров Там стоят Подножку Дают ему Мальчики Ему Какая-то Девочка Нравится Но он Лузер Как его Так выставляют Все Но Утром Его Ночью Укусил Паук И он Стал героем И опять-таки Но В жизни Так не бывает Там От булыга Именно Молодые Подростки Наверняка Мечтают О каких-то Подвигах Мечтают Чтобы я Вот так Сделал И стал Героем Но В реале Что можно Делать В реале Это очень Важный момент Я буду Говорить Со своего Примера Тоже Я Всегда Считаю Что ребенок Когда маленький В нем Родители Должны Развить Какой-то Потенциал Разглядеть Талант Это очень Важно Вот моя Старшая Дочка Она Ходит В вашу Школу И С детства Я Заметила В ней Талант Гимнастики Я ее водила Я тратила Время Я развивала Этот талант На сегодняшний день Она Вот Совсем Скоро Через неделю Летит в Дубай На соревнования Потому что Она завоевала Очень много У нас Здесь в Узбекистане Медалей Мест первых Почему И Момент Когда я переводила Ее из одной школы В вашу Я совершенно За ней не волновалась Потому что Я видела Что она уверена В себе Потому что Она гордится собой Настолько Вот этот Внутренний дух Внутри нее был Что Я за нее Даже не беспокоилась Не переживала Потому что Я знала Что она придет И найдет свое место И так и получилось Она пришла Ее тут же приняли Тут же на следующий день У нее куча там Друзей И подружек И все друзья И подружки Ее очень ценят К чему я Родители должны Видеть потенциал Не быть занятыми Работой Домом Они должны Разглядеть Даже если его нет Брать ребенка Дать на одну секцию На вторую секцию Не получилось На третью Вводить Найти его направление Тогда он с детства Будет уважать уже себя Он будет понимать Что там он завоевал Медаль Здесь он лучше Там еще что-то И вот тогда Приходя в школу Даже в первый класс Переходя в другую школу Неважно Что будет с ним происходить На улице Во дворе На площадках Моя дочка Всегда найдет себе друзей Почему? Потому что Она умеет себя Показать Уметь себя Преподнести И точно так же У меня есть другие дети Которых я уже сейчас Дочка у меня три года Я уже сейчас думаю о том Что куда бы мне Ее отправить Чтобы там У нее вот этот дух соревнований Дух как бы умения Достигать своих целей Был Потому что С детства это все идет И с семьей это все идет Когда ребенок Сам по себе Как-то там развивается Что-то вроде пошел в школу И кажется Он пока еще маленький Еще время у нас есть Нет До семи лет Происходят очень важные Психологические вот эти установки В мозге человека Кто я Как я могу Чем я могу похвалиться Как я могу скажем так Это очень важно хвалиться Понимаете И ребенка своего хвалить надо Чтобы он понимал Что он лучший Что у него все получится А когда говорят Что ты там нарисовал Сиди уже Не лезь ко мне Подожди ты еще там То есть мы к детям Как-то вот так вот Относимся В суете Нашей работы Домашней Какой-то Ребенок Начинает все больше и больше Становиться неуверенным в себе И не может найти себе Место в этом мире Понимаете И поэтому он приходит В какую-то среду И он там серая мышка А их сразу Кто выделяет Кто начинает Скажем так Сразу этих людей Брать в оборот Лидеры Но есть большой момент Что я своим детям Всегда объясняю И говорю о том Что есть разные дети Есть вот Дети не совсем Скажем так Из полноценных семей Что есть дети Из бедных семей Есть еще какие-то Что с ними нужно Общаться наравне То есть это все из семей Вот я к чему Что я провожу беседы Постоянно Что когда дети мои Там например на улице Увидят кого-то там Ну не совсем По статусу Да Похожего Или там Особенные дети Какие-то Да бывают С определенными проблемами Психологическими Еще что-то В детстве Они начинают Дети же видят Кого-то другого Смеяться начинают Еще что-то Вот в этот момент Нужно уметь детям Преподносить Что это правильно А это неправильно Так можно Так нельзя И тогда психика ребенка Она уже с малых лет Будет расти Если вы бросаете Скажем Выкоренную сигарету И пустую баклажку На улицу Что будет делать Ваш ребенок Он видит это И то же самое Будет делать Если вы смеетесь Над кем-то Если вы обсуждаете Кого-то При ребенке Извините Конечно же Ребенок это будет Видеть Не так давно У меня была клиентка Мама Скажем так С ребенком Что вот она хочет Переводить в другую школу И ребенок Я у ребенка спросила Почему ты хочешь В другую школу переходить Да там учительница Вообще Учительница такая Да она дура И вот такие слова Вы знаете А я говорю А почему ты А ребенку лет Ну 10-11 Я говорю А почему ты так говоришь Об учительнице И мама так Раз закрылась Спряталась Потому что они Это обсуждают Дома с папой Говорили Конечно Да это учительница Тупая Да она вообще Ничего не знает Да она вот такая Секая Ребенок это слышит И что у него возникло Конечно он записал И точно так же Что у него будет возникать В какую бы школу Он будет всегда считать Что учителя Какие-то не такие Что они все там Идиоты И тут вот этого момента Уважения У ребенка не будет К чему я К тому что Это все из семьи Ну все-таки Классика Классика Да Конечно То есть Не воспитывай ребенка А веди себя нормально Конечно Обязательно Потому что Если вы Издеваетесь над другими Над слабыми Очень часто Я замечаю Знаете Такие моменты Когда Даже в ресторане Сидишь И могут Эй Официант Сюда Иди Там Да Как бы Да Да Видят дети Это то же самое И соответственно Они будут считать Что строители Уборщики Официанты Что это не люди Что к ним можно Так относиться Понимаете Потом За лысиной человека Смеяться Можно за машину Смеяться Можно за старый телефон Можно за короткий рост За лишний вес Очки И Да Вот и все Когда детям Дети видят Что взрослые это делают А почему им нельзя это делать Они как бы видят Что это нормально Что это Это даже нужно Да Для ребенка Родители всегда Пример Идеал Им кажется Что вот Дети неплохие Я не говорю Что родители плохие Родители не замечают Иногда Говоря какие-то вещи Не думают Я например С мужем Когда что-то обсуждаю Я всегда Говорю Так стоп Да там Детям Быстренько Давайте по игровым По комнатам своим И мы если хотим Что-то обсуждать Потому что мы родители С высоты своего Птичьего полета Возраста Опыта Можем где-то Кого-то обсудить Но ребенок Он быстренько Запишет Не совсем Правильную информацию И вот тут Что произошло С той ситуацией С женщиной С ребенком У ребенка Вот такой взгляд Я говорю А зачем вы хотите Переводить А он не хочет Там учиться Я говорю А почему ты не хочешь Там учиться Она мне все равно Ничего не даст Да что она знает Я хочу в другую школу То есть понимаете Не потому что там Какой-то буллинг есть Издеваются над ним Там просто Сформировали Предвуждение У ребенка Такое И поэтому я и говорю Что главное Как бы да В семье Это Развить в ребенке Какое-то направление Да Талант Рассмотреть Вести себя правильно Объяснять Что в этом мире Есть слабые Бедные Некрасивые Больные Всякие Но они имеют Они имеют право Существовать В этом мире Для того Чтобы существовал Социум Ну не может быть Что все красивые Или не может быть Что все богаты А кто будет Тогда мыть машины Убирать дома Подметать улицы Не может же быть Такого Что все должны быть Богатые У нас же априори Такое отношение Вот Я Тоже часто Сталкиваюсь С таким этим Как бы Ученики обсуждают Марку телефона Учителя Допустим Это уже априори Дает такие закладки Для ученика Ну Как он становится Да И думает Значит Не достоин чего-то Не достиг чего-то Еще что-то Но Все-таки Наверное Мы должны думать О том Что все люди равны Конечно При этом Они разные Да Они правы существовать Разные Это не значит Что они должны быть Одинаково богатые Или так Все-таки Опять классика Я не боюсь повторять Это слово Не надо воспитывать детей Воспитывать себя Воспитывать себя Правильно видеть себя И они будут вас По-любому повторять Но Опять-таки Это уже Как сказать Предупреждать Да Но Что с этим Если уже Человек стал Женщик Жертвует Буллинга И мы же не будем ждать Укуса Чудесного укуса От паука Да Допустим Я несколько примеров Могу привести Один пример К нам привели Мальчика Сначала Они говорят Конечно Родители не говорят С какой проблемой Они приходят Потом говорят А когда Когда я уже Сам Сильно Заинтересовался Этим Мальчиком Сам он мне Сказал Он довольно Раскрепощенный Я бы не сказал Что он Довольно Яркие мысли Но Как-то по-странному Одевается Не по погоде Тепло одевается Маску носит Я говорю А что ты так Я был Жертвой Буллинга В прежней школе Я говорю А здесь ты являешься Жертвой Нет Так с ними Тогда Действительно Для него Изменилось Но все-таки Какие-то были Какие-то были Искорки Да Со стороны Девочек Особенно К нему Были попытки Но он Достойно Держался И теперь У них хорошие отношения Но все-таки От чего идет От самого человека От поведения Тоже Вот Если у человека Есть какие-то Странности Мы Он ни при чем Да Возможно Не развивали Что-то в нем Не знаю Хотя У родителей У его родителей Масса Контраргументов Они говорят Он Теннисом увлекается Этим Туда ходит Он Действительно Умный парень Но Странности Есть какие-то Но это странность Это для нас Должна быть нормой По-моему Нормой Что Все дети Должны понимать Любая странность Это норма То есть Это Ну Не знаю Если кто-то На меня Не похож Не значит Я должен Троллить Опять-таки Все остается В наших же руках У меня вопрос У вас есть психолог В штате Есть А как он работает В чем заключается Его работа Есть стандартная работа Которая С группами Через анкетирование Через Опросы Есть индивидуальная работа Когда уже по запросу Или по случаю Как возникает Допустим Родитель может Заявить Учителя Могут сами Ученики Мы сами Замечаем И направляем К психологу Есть адрес На эту работу Ну скажем Спонтанная работа Больше всего Она занята Именно спонтанной работой Потому что Групповая работа Это Или коллективная работа Они всегда Эффект приносят И тем более Дети не говорят При всех О своих проблемах Да С переменным успехом Этот Но Успех приносит Когда не психолог Один работает Когда я Вмешиваюсь Учителя Я в самом начале Вам говорила О том Что администрация Учитель Есть определенные Звенья Всей этой проблемы Давайте скажем Изначально Мы не сказали об этом Есть жертва Агрессор Свидетель На самом деле В буллинге Страдают все Три позиции Жертва Понятное дело Что над ним Издеваются Всякое такое Агрессор тоже страдает Почему? Потому что у него Укореняются И закрепляются Черты агрессора Понимаете? Он Он как бы Уже Назад Пути У него становится Все меньше И меньше Он еще больше Закрепился Все я агрессор Дальше Это будет развиваться До конца его Как бы жизни Если мы В определенный момент Не поставим точку Свидетели Тоже страдают В этой ситуации Почему? Потому что Они видят Опыт безнаказанности Толпы И они Тоже становятся Слабаками Грубо говоря Потому что Уже перед толпой У них есть страх У них тоже развиваются Страхи И они тоже страдают В этой ситуации Кроме Вот как основная Основной костя Есть дальше звенья Которые должны Включаться в работу Это психолог Это обязательно Учитель Который дает Первый звонок Психологу Это администрация Школы Заучи Ну то есть Все мы играем роль Почему я спросила Про психолога Потому что В основном Психолог не должен Вести одну работу С одним постоянно То есть Его основная работа Да Это выявить Проблему Продиагностировать Понять Это психолог С этим справится Или ему уже нужно Врачу Психотерапевту Что он делает Вот он Поговорил Он провел Например Какие-то первичные тесты На буллинг На отношения На страхи Еще на что-то Не только с ним Не только с ним А с остальными тоже Есть важные очень темы Кроме профориентации Еще чего-то Что чаще всего В школе Прорабатывают Вот он например Посмотрел Поговорил И понял Что здесь есть проблемы Где Ну немножко там Легко можно пообщаться С ребенком И все Если он видит Что проблема идет Из семьи Он должен пригласить Семью Родителей Обоих С кем живет Бывает что дети Живут с бабушками Да А родители Прекрасно проживают сами И у них все хорошо Эти дети тоже страдают Ну почему Отдельная тема Сейчас если меня унесет То да То все Вызывать должны Опекуна Тот кто живет С этим ребенком С ним тоже провести беседу И вот если уже Понимается Что проблема Она стоит на месте Не двигается Здесь ребенок Должен посещать Уже психолога Там За пределами школы Понимаете Потому что Ребенок не всегда Может раскрыться Школьному психологу Боясь что это выйдет За рамки где-то Да То есть Ну это Это психология человека И здесь уже Очень важный момент Работы И мы отправляем Туда К психологу Вне школы Но ведь они могут Туда не дойти Понимаете У всех есть возможность Кто-то скажет Ой Придумывайте Всякое такое Здесь очень важно Следующее звено Это учитель Который если видит Что ситуация Ну Семья неблагополучная Нет возможности Учитель должен включаться Он должен Видеть От того что вы просто будете Не ругайтесь Нельзя так И всякое такое Здесь они не будут делать Выйдут Там будут делать Понимаете Учительница должна Помочь жертве Возвыситься Где-то его хвалить Где-то ему помогать Поднимать его Уровень Вот этого Знаете Уверенности в себе При других Не еще больше С всеми вместе У нас так и происходит Кстати Я хотела сказать Что учителя Тоже является причинами Буллинга Кстати Потому что бывает Такое Что в принципе Нормальный ребенок У него все хорошо Дома нормальные отношения С детьми все было хорошо А учителю Что-то не понравилось В ребенке Даже бывает Учитель учил Там 3-4 года Этого ребенка И вдруг Ну где-то ребенок Не так ответил Или там Ему не понравилось Как он внешне одет Или родитель пришел С учителем поговорил И через родителей Учитель взбесился На ребенка Что делает учитель Начинает Его ковырять Лишние вопросы На контрольный Где-то снизить А дети-то понимают Вокруг Они-то это видят Они сразу Улавливают Вот эту атмосферу И понимают О! Появилась жертва Они подключаются К лидеру А лидер тут кто? Учитель Вот и все Кстати Если у нас Такое возникает Ученики не дают Другие ученики Не дают Это отлично Когда приходили ко мне Или к самому Учителю Говорили В защиту Своих Одноклассников Говорили Ровным конкретным Тоном говорили Так нельзя Это прекрасно Давайте мы будем защищать Вот А почему знаете Они пришли Вам сказали Значит вы реагируете Если бы они Понимали А зачем К директору Идти Он все равно Ничего не сделает Ничего не изменится Они бы продолжали Находиться В этой системе Буллинга А значит Вне Вот этой вот Системы Они видят Что вы сможете Помочь Что вы как-то Среагируете Если вы и дальше Например Такую тактику Будете делать Вы всегда будете Знать о том Что происходит В каждом классе Потому что бывает Такое что К директору Подходят и родители И дети Говорят А директору Как-то Не совсем правильно Реагирует Не пытается Поговорить с учителем Или держится За этого учителя Боится Потеряют Такого важного Да Как бы и говорит Что учитель Всегда прав Да В советское время Действительно Так было Была такая И сейчас Это так Учитель действительно К учителю Сейчас в последнее время Отношение Немножко Уважение Снизилось Это неправильно Это очень плохо Но Почему так происходит Потому что действительно Есть учителя Появляются Такие учителя Которые Знаете Вот эту всю систему Нарушают И неуважение К одному учителю Вызывает момент Того Что они уважают Всех Бывает Среди врачей Один врач Какой-то Недобросовестный На руку Нечистый Попадет Ему какой-то Пациент Клиент Он его Неправильно будет лечить Этот клиент Пациент Конечно возненавидит Всех врачей То есть Есть такая система И из-за этого Возможно сейчас Это очень распространено Я хочу сказать Что если вернуться К теме Что учитель Тут может оказаться Лидером буллинга И дети Других государственных Может быть школ Я встречала такое Ко мне приходили клиенты Происходит момент Что учитель Эпицентр Как он может помочь Жертве Если он сам Является Этим главным Лидером В этом буллинге Агрессором Здесь самый важный выход Это Все должны этим заниматься Конечно Я Не буду говорить За свою школу Что у нас нет такого В любой школе Это есть Конечно Какие-то проявления В любой школе Но в какой-то школе Это пресекает Вмешивается Это Мы именно такая школа Вплоть до основателей Да Допустим Могут Просто подойти И сказать Или Мне Лично в телеграм Пишут Или попросят Аудиенцию Или других там Лиц Но призвал бы я всех К толерантности Если кто-то На нас не похож Кто-то Кажется лучше нас Красивее нас Или хуже нас На твой взгляд Это конечно Здесь просто И родителей Надо приучать И детей самих Мы Вот самая большая Наша ценность Которую мы здесь Всем говорим Детям Ребята Мы толерантны И к вам тоже Вы тоже будете К некоторым слабостям Человеческим слабостям Даже учителей И Мы тоже иногда Толерантны Часто Вот поражаем Толерантность Как Определенной агрессии А со стороны родителей Тоже Потому что мы понимаем Почему он это делает Да Почему так Агрессивно себя ведет Или почему Тот ребенок Люди-то От нас требуют Резких этих Я говорю Что вы ожидаете Сейчас я Чтобы обетика позвал При вас побил Так не будет Или учителя позвал Чтобы на колени Так никогда не будет Да Но это не значит Что мы не действуем Но все-таки Мы мягкой силой Будем Да Стараться Самое главное Реагировать Всех тоже На это влиять Реагировать Действительно И Друг друга Призывать К толерантности Еще один момент Мне хотелось бы сказать Проблема родителей Наверное В том что Ребенок учится Они даже не интересуются Что происходит в школе Я знаю таких родителей Которые Я не говорю сейчас О собраниях Которые вообще В принципе Не забирают своих детей Со школы За ними приезжают Дедушки Бабушки Водители Таксисты Не важно кто Я считаю Что родители должны Не важно Это первый класс Это одиннадцатый класс Вести себе Такую практику Если они замечают За ребенком Какие-то Ну странности Да В поведении Хотя бы Раз в две недели Раз в месяц Подходить к учителю И говорить Порой учитель знает Намного больше Чем родители О своем ребенке Потому что большую часть Время ребенок Проводит в школе И Общаться с другими Мамочками Разговаривать Почему Потому что Дети других Мамочек Приходят домой И возможно Больше рассказывают А вот у нас есть Саша Петя Над которым все Издеваются Понимаете А этот Саша Петя Домой приходит Не говорит об этом И возможно Если вы будете общаться Не так как чат Ой Выключу я этот чат Даже слышать не хочу И Общаться с родителями Где-то пересекаться Узнавать новости Подходить к учителю И возможно Тогда Родитель будет в курсе Происходящего Потому что Учителю не всегда Есть время позвонить Сказать А вы знаете Вот ребенок ваш Там что-то отбился От рук Еще что-то Ну как-то пытается Сам внутри класса Родитель даже и не знает Думает Ну утром ушел Ветером пришел И слава богу Все нормально Быть внимательнее К детям Это раз То есть Посещать школу Приходить Подходить Смотреть Я иногда прихожу В школу Я сразу не заглядываю В класс Я стою Вот так вот В коридоре смотрю Что делает мой ребенок Как он общается с детьми Как с ним общается учитель Как они разговаривают Каким томом разговаривают Как другие дети С ним разговаривают Потому что Я хочу видеть Потому что Когда заходишь Ребенок-то сразу Отвлекается на тебя И все И ты не замечаешь Вот этих моментов То есть Быть более наблюдательным Это раз Во-вторых Ребенок приходит со школы Как мы спрашиваем Как дела Все нормально И слава богу И пошла дальше Готовить еду Нет Откликайтесь Дайте хотя бы Десять минут Ребенку От телефона От киды Сесть глаза в глаза И спросить Не просто Как у тебя дела А кто у тебя лучший друг А какой вы предмет проходили А что вы делаете Когда у вас перемена А вот О чем вы разговариваете С детьми Когда вы это Введете В постоянную практику Ребенок уже По привычке будет Приходить И рассказывать вам все А когда у ребенка Как дела Все нормально И слава богу Ну ребенку не интересно Уже в следующий раз Рассказывать Он думает А наверное не интересно Маме Лучше я не буду Рассказывать Или там Ой подожди Не говори мне ничего Я сейчас занята И ребенка В голове Какое возникает Мышление Что я лишний Мои проблемы Не интересны Родители Лучше я промолчу Это два Да То что мы должны Быть более внимательны К детям Потом мы удивляемся А он мне не пришел Ничего не рассказал А зачем ему рассказывать Если ты его не слушаешь Да И третий момент Уже с детства Прививать ребенку Умение защитить Если к тебе Вот так будут относиться Ты должен реагировать Вот так Мы же говорим детям Если к тебе подойдет Дядька Не бери У него сладкое Да Пирожное Мы же только это говорим Но есть же другие Какие-то ситуации Помимо того Что тебя могут украсть Или еще что-то Дети настолько Это уже слышно Слухово Они даже не замечают Это как фон для них Когда мы говорим Говорите каждый раз На разные темы Я говорю своим клиенткам То есть Говорите Если к тебе Учитель Как-то так относится Но при этом Знаете Здесь очень такой Пограничный момент Если Вот бывает Родители Приходят ребенок И начинают А к тебе учитель Как относится А он тебя ругает А он на тебя Как смотрит То есть Наводящие вопросы Тоже не нужно задавать Ребенку Когда хочется внимания Что он делает Да Меня обижают Бывают еще выдумывают Да Начинают выдумывать Чтобы Когда им не хватает Внимания от родителей Они думают Хотя бы так Как-то внимания То есть Правильно задавать вопросы Не надо спрашивать Тебе учитель хорошо относился Или плохо Ты можешь пойти Посмотреть это Втихаря Скажем так Прийти в школу Посмотреть Что происходит А именно Задай вопрос А что вы изучали А кто у тебя друг А как его зовут А какие отношения В классе То есть Вот такие вопросы Здесь очень важны Вот такие моменты Понимаете Да Спасибо Тема Действительно Необъятная Да Мы наверняка Продолжим Какие темы Похожие Потому что Я уверен Это волнует Многих И детей И родителей Но В нашей школе Почти все знаем Как делать Чисто с точки зрения Педагога Но помощь Психиатров Психологов Психотерапевтов Тоже Будет здорово Нам В подмогу В этом деле Поэтому Вам Огромное спасибо За ваш визит Спасибо вам Что пригласили А мы будем продолжать Такие похожие темы И Призываем Других родителей Представителей Разных Других профессий К нашему Подкасту Спасибо До свидания До свидания Редактор субтитров Продолжение следует... Продолжение следует...